привет друзья вы на канале forest scout сегодня будет обзор и тест на палатку которую я купил в магазине за 899 рублей давно хотел себе купить палатку увидел в магазине не смог пройти мимо итак давайте посмотрим что внутри и соберем ее ну и протестируем но перед тем как начать попрошу вас подписаться на мой канал погнали итак что внутри я еще не открывал мне будет также интересно наверное как и вам что может палатка за 899 рублей во-первых у нее вот такой чехол она очень легкая я так подозреваю что от дождя она особо не спасет наверное даже вообще не спасет скорее всего тента не будет в комплекте но в летнюю погоду в такую солнечную как сейчас у нас жара больше тридцати градусов я думаю покажет себя довольно неплохо я так понимаю это верхушка палатки направляющие ну собственно сама палатка колышки инструкция палатка двухместная инструкция по сборке все что давайте приступим сборки мне уже нравится выглядит неплохо сейчас мы с вами соберем направляющие здорово что направляющие между собой скреплены какой-то веревкой нужно по отдельности все соединять и 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 все вверх тоже поставили вот она палатка сейчас залезем посмотрим нашел сейчас здесь пару косяков можно сказать брак сейчас я вам это покажу вот внутри здесь довольно таки неплохо насчет двух мест не знаю но одному здесь нормально будет вот здесь вот видно что материал тонкий поэтому вот где прошито там свет прям просачивается и вот здесь тоже самый конечно косяк это вот это вот дырочка вот она вот можно можно здесь закрыться есть противомоскитная сетка такая интересно и вот так ну и все вот вверх можно открыть будет вентиляция все интересно прикольно а мне кажется кстати понял зачем вот эти люверсы тут это когда палатку распахиваешь двери сюда и сюда и фиксирую чтобы они не закрывались такие дела если вот эта дырка меня очень огорчила нитки торчат еще но цена как говорится 899 рублей что вы хотите итак друзья хочу в этой палатке сегодня переночевать у меня есть туристический коврик толщиной один сантиметр и легкий летний спальный мешок там за 500 рублей купленный пару лет назад мне кажется мне кажется будет удобно я не замерзну конечно же такая жара но если пойдет дождь я думаю я промоком сто процентов потому что толщина здесь очень очень маленькая наверное всего 1000 миллиметров да там водозащита ну вот дно наверное чуть потолще но случай что она рвется не уверен ну прикольно ну честно взять куда-нибудь там на пляж на озеро да вот выйти на природу как защита от солнца очень даже здорово конечно жалко что бракованные тоже попадаются ну что до включения включимся когда уже буду подготавливаться ко сну сейчас посмотрю как она на солнце себя поведет нагреется ли она внутри или нет друзья если под этим видео наберется 100 лайков вот я нашел такую советскую брезентовую палатку которая мне досталась по наследству если под этим видео наберется необходимое количество лайков в количестве 100 штук я сниму на нее обзор тестирование ночевку не знаю что там но судя по всему сколько на брезенту она тяжелая конечно тяжелее этой раз в 10 в 15 так что если вам будет интересно ставьте лайки обязательно будет обзор и тестирование в общем друзья измерил температуру в палатке сейчас 38 и 2 градуса 38 градусов 38 градусов 38 жарко вот кстати коврик которая подстилю а вот спальный мешок я сказал спальный мешок там рублей за 500 был куплен коврик там рублей 400 вот он один сантиметр толщины сейчас мы это все расстелим посмотрим что получится вот что получилось перемат спальный мешок спальный мешок кстати расстегивается и просто в одеяло либо пододеяльник превращается типа матрас что-то в принципе еще на одного человека можно тут будет тесновато после того как переночую в этой палатке скажу вам свое мнение дельная покупка либо нет купил бы эту палатку снова либо не купил если была такая возможность отмотать время назад пока у меня конечно двоякие чувства с одной стороны вроде как и недорого палатка есть палатка но другой стороны качество конечно соответствует цене друзья ну вот уже стемнело сейчас у нас 11 часов температура в палатке температура у нас 22 градуса почти что 21 и 8 сейчас вот постараюсь подумать как тут закрепить фонарик чтобы он светил и вот кофту взял чтобы вот в этот мешок из подспального мешка тавтология положить эту кофту чтобы использовать ее как подушку под голову сейчас попробую примастить фонарик и включаю снова вот фонарик я примастил вот он светит вот так вот здесь есть специальный крючок но маленький карабин я с собой не взял поэтому вот так вот за монстрю фонарика есть какой ночной режим как ночничок красный свет он так поярче можно сделать прям как дома все светло пока достаточно так сейчас буду делать подушку но друзья какая-никакая подушка получилось под голову все отлично вот так вот в палатке все светится все уютно видно что там свет сверчки поют классно ну что ребят если будет что-то интересное обязательно будет включение ночью а так если все будет спокойно то тогда до утра утром будет мой вердикт насчет этой палатки всем спокойной ночи ну что друзья доброе утро сейчас почти 6 часов утра проснулся проснулся я часа в четыре уснул наверно где-то 12 20 еще получается до 6 часов просто дремал валялся прохладно было за в четыре час 20 градусов 20 градусов 20 градусов в целом ничего у спальном мешке на каремате нормально такие дела ну в общем какой вердикт по палатке могу сделать вот стенки кстати стенки влажные а вот пол сухой ну трасса на палатке все мокрое в общем давайте рассмотрим плюсы плюсы это конечно цена 899 рублей это недорого плюс конечно что на двухместные за эти деньги и все-таки это палатка ну и минусы минусы это конечно качество исполнения качество пошива это брак это конечно минус минус это то что у нее нет тента то есть она не для дождя в общем скажем на сухую погоду в основном при 20 градусов ночью спальнике спать можно если бы была погода наверно градусов десять наверно было бы в ней холодно уже в общем решать конечно вам как вы считаете пишите в комментариях нормальная цена либо за это качество либо ненормальная лучше добавить уже хорошую брать палатку ставьте лайк подписывайтесь на канал всем удачи всем пока пока пока